Вы любите медитативные игры, там где вам что-то поковыряться, попланировать, попереставлять? А еще есть медитативные игры, которые не только сами по себе медитативные, но еще и про медитацию. Сегодня у нас на столе одна такая игра, ну сразу после заставочки. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. У меня на столе сегодня чакра, которая на русском языке издает издательство Evrikus. И они издали ее в коробке побольше, чем зарубежная, потому что она сразу с дополнением модульным, который называется In-Iyan. И я вам про них вкратце сегодня тоже расскажу. Чакра — это абстрактная игра, в которой вам нужно будет планировать и просчитывать свои действия. И думать, как лучше заполнить ячейки на вот таком планшете. По-настоящему здесь говорится о том, что вам нужно гармонизировать свои чакры. И когда вы хотя бы пять гармонизируете, вы победите. Делаете вы это, заполняя вот такими красивыми кристалликами свои чакры. И если у вас лежат три кристаллика одного цвета в чакре соответствующего цвета, вы молодец, вы ее гармонизировали. Давайте разбираться с тем, как играть в чакру. Итак, в начале игры вы получаете себе планшетик, он собирается как пазл, вот так вот. И игра играется от одного игрока, то есть тут есть соло-режим, до четырех игроков одновременно. У меня разложено как бы на троих. После этого вы кладете общий планшетик, на него вы кладете по три кристаллика и специальными жетончиками, на которых с обратной стороны цифры от одного до четырех, закрываете все семь символов чакр. Один жетончик сбрасывается, чтобы вы не знали, какой конкретно цифры одной не будет, а все цифры по парам. Эти жетончики как раз и покажут, сколько очков вы получите за ту или иную чакру. Вот я счастливчик. Две единички выдел, но здесь вот четверочка. Мы не знаем этого, но после этого в закрытую каждый игрок тянет себе один такой вот жетончик, выкладывает его на чакру соответствующего цвета рядом, и за это он может посмотреть один жетончик отсюда, и таким образом узнать, какая циферка лежит на каком цвете, стоит его собирать или не стоит, потому что, забегая вперед, скажу, что иногда эти цифры, знаете, реально очень полезны. И я даже дам пример, почему это так в конце обзора. Итак, я первый игрок, у меня жетончик лотуса красивый такой, лежит на столе, и в свой ход я имею право сделать одно из трех действий. Первое действие называется получение энергии. У нас здесь есть три столбика энергии в мае, вот в этой, и мы можем выбрать любой из них, и из него набрать себе кристалликов. Как это работает? Мы из любого столбца имеем право взять любое количество кристаллов разного цвета. То есть, как вы понимаете, вот отсюда мы возьмем все три кристалла. Здесь вот, например, мы сможем взять всего два, потому что два синих мы забрать не сможем, разного цвета будет красный и синий. Здесь мы можем забрать один, два или три также, но если лежит черный кристалл, мы обязаны его взять всегда. То есть, можно взять один черный, можно взять его вместе с оранжевым, или можно взять его и с оранжевым, и с зеленым, или просто зеленым. Вариант в масса. Ну, допустим, мы возьмем вот эти три кристаллика. После этого мы имеем право либо выложить все взятые кристаллы вот в эти слоты, если они свободные, либо положить на одну из чакр сразу, но при этом мы тратим и запираем там жетончик. Ну, то есть, например, я бы взять мог вот так вот, положить вот сюда третий кристаллик, и таким образом мой ход бы завершился. Достается три нового кристалла. И здесь кому-то не повезло, три голубеньких прямо. То есть, из этого столбца может быть всегда один. Максимум пока. Итак, до меня доходит круг по новой. Что я могу сделать еще? Я снова могу отправиться туда и взять себе кристаллов, также выложить их, заперев у себя один из жетонов в этом слоте, либо, соответственно, могу начать двигать свои кристаллы уже у себя по игровому полю. Как это происходит? По-настоящему вот эти наши жетоны – это те действия, которые мы можем сделать до того, как нам придется медитировать. Медитация – это третье вид действия. И мы можем, соответственно, либо тратить их, запираясь здесь, но ни в коем случае не запирайте свой пятый жетон, потому что тогда вы просто не сможете больше ничего сделать. Пока жетоны заперты, вы не сможете ничего делать этими жетонами. Он лежит здесь и освободится только тогда, когда его чакра будет гармонизирована. То есть, когда здесь будут лежать три синие кристалла, тогда я джетон заберу себе обратно. Но пока этого не происходит. Я могу, соответственно, либо по новой пойти положить жетоны сюда, или положить жетоны сюда, либо могу отправиться вот в эту часть планшета. Здесь я выбираю одно из действий, которое позволяет мне передвигать кристаллики у себя по планшетику. В частности, если я положил бы сюда и закрыл бы эту ячейку, то я мог бы любой из этих кристаллов взять и подвигать на три вниз. Сюда три разных кристалла на один вниз, то есть все три сдвинулись бы на один. Сюда один на два вниз, один на один вниз. Но по-настоящему мне нужно было бы сделать вот так вот. Я бы сказал, что буду делать следующим образом. Я подвину один вниз, а один вверх. И я фиолетовый двигаю в его чакру, а желтый двигаю ближе к его чакре. Мой ход завершился. Игроки походили. Здесь ситуация сменилась. Я снова хожу и могу выбрать следующий. Например, я беру вот эти три кристалла и отправляю их вот сюда. Черные кристаллы по-настоящему не дают вам ничего особо плохого. Эти черные кристаллы даже могут быть полезными. Они дадут вам победные очки. Здесь восстановилось. Дают они победные очки, если вы спустили его до самого низа, вот сюда в землю. Каждый же тончик, который уже здесь, дает вам одно победное очко. Кроме этого, вы этими черными кристаллами можете расплачиваться за вот это специальное действие, которое говорит вам о том, что пошли сюда, уберите один кристалл черный из игры и за это достаньте отсюда любой один и положите в один из этих слотов. Таким образом, вы постепенно программируете себе действия. И когда у вас, например, не осталось жетонов или вы не хотите тратить последние жетоны, вы говорите, я в свой ход буду медитировать. Что вы делаете за это? Во-первых, вы забираете себе все жетоны вот из этой зоны и освобождаете тем самым слоты. То есть, как вы понимаете, если у вас какой-то слот закрыт, вы туда походить больше не можете, пока не помедитируете. И берете любой жетончик, еще один, смотрите на него и выкладываете себе такого цвета жетончик, чтобы помнить, что вы посмотрели и можете подглядеть его в любой момент. Игра это по-настоящему такая головоломочка. У вас постепенно заполняются слотики и иногда может оказаться такая ситуация, что вот у вас, например, лежат здесь вот три жетона разного цвета, они забились. Вам надо желтое сдвигать сюда вниз, а здесь у вас забито, и вы не можете этого сделать. Поэтому сначала надо будет убрать куда-то красный, потом, соответственно, только уже сдвигать. И наоборот, может оказаться ситуация, что у вас здесь лежит три уже зеленых, тогда эта чакра гармонизирована, и вы можете перескакивать эту клетку любыми другими жетонами. То есть, если я, например, даже пойду вот просто вот сюда и выберу пойти на один вниз, этот сразу перескочит сюда. Таким образом, вам нужно держать баланс между тем, как вы быстренько впихиваете себе кристаллы в чакры сразу, и тем, как вы будете их двигать. Очень, конечно, здорово, что можно сразу положить сюда, вот на планшете себе кристаллы, но это запирает у вас жетон, которым вы больше не сможете двигаться, и вам придется чаще медитировать. Чем чаще вы медитируете, тем, по факту, вы меньше действий полезных для передвижения и набора кристаллов себе совершаете. Но, с другой стороны, вы начинаете лучше понимать обстановку здесь. И вот сейчас вернем к тому моменту, который я как разобещал в начале обзора. Была интересная у нас партия, когда я закрыл пять чакр. Один игрок закрыл всего три к этому моменту, а другой всего две. И вот я еле-еле выиграл эту партию, обогнав игрока, который закрыл три чакры всего на одно очко. Просто по одной причине, что у меня было две чакры закрыты с единичками, у него были четверки все закрыты, и у него еще были черные кристаллы здесь. И это прям очень сильно добавило ему очков. То есть здесь вы можете играть по-разному. Вы можете брать черные кристаллы, можете не брать черные кристаллы. Можете сдвигать их сюда и получать за них победные очки как можно больше. То есть вы прям можете сюда вот напихивать, напихивать, напихивать. вы можете сразу кристалла запихивать сюда тратя свои жетончики и потом стараюсь гармонизировать это человек как можно быстрее или соответственно больше передвигать жетоны плюс в игре есть еще очень прикольная штука в ней есть сразу модули целой серии их этот как раз дополнение иньян она модульная и там есть следующие вещи во первых там появляются белые кристаллы это кристаллы как раз который положительной энергии то есть черная энергия отрицательная а эта энергия положительная и там есть прикольные штуки во первых если у вас лежит белый кристалл с двумя другими соответствующего цвета чакре то эта чакра считается временно гармонизированный вы можете через нее перескакивать если у вас в одной чакре оказались черный и белый вы можете взять себе специальные жетончики который буду вам давать победные очки в конце игры и вы из них собирать бонусы вот такие вот один . это вам одно очко 2 жетончика три очка вы можете с этими жетонами играть немного по-другому и закидывается не так много как всех остальных жетонов в игре но это такой приятный небольшой бонус также есть модуль который дает всем чакрам которые вы гармонизировали специальные свойства и выглядит он следующим образом у каждой чакры будет лежать стопочка жетонов такого же цвета они все вот с одной стороны использованы а с другой стороны цветные если вы первым закрыли эту чакру гармонизировали ее то вы берете из стопочки соответствующего цвета себе же точек и потом сможете его использовать они до специальные свойства это позволяет вам и на 1 гнаться за определенными конкретноED что нам потому что их на всех игроков не хватит еще есть модуль которая дает каждому игроку специальные свойства в начале получать себе определенные свойства у вас ли так это карточка потом и переворачиваете и когда медитируете вы выкладывать его в центр стола а из тех которые в центре сала остались забирать себе одну из них там сам меня есть свои свойства и вы даже делаете еслиいう кашку не потратили плюс есть еще и цели это тоже специальные карточки которые будут вам за этих целей давать победные дополнительные очки кто быстрее выполнен тот больше получил кто медленно выполнен тот меньше получил я уверен то что и без дополнения и я играл эту игру еще на если даже в прототипе когда она была потом играю здесь и с модулями и без модулей и на мой взгляд она даже без модулей вполне полноценная игрушка очень хорошо играется приятный такой медитативный процесс очень хороший абстракт и модули дают и разнообразие если вот вам уже хочется чего такого некого особенного добавить в чакру то вы можете разные модули играть им и из них каждый можно играть отдельно или комбинировать с ними плюс хорошо что доп включили сразу потому сейчас очень многие люди любят соло режимы а вот соло режим для игры лежал именно в дополнение и поэтому многие могут теперь поиграть мне соло в эту игрушку и так если вы хотите приятный абстрактик с медитативным процессом в котором абсолютно нет никакой агрессии и друг другу вы ничем не испортите жизнь но при этом ощущается элемент гонки и вы смотрите что ваши оппоненты загоняют в чакры себе все больше и одноцветных кристалликов а вы как-то не успеваете не получается у вас и вы смотрите что вы делаете что-то не то так вот здесь надо будет поднажать и попробовать обогнать всех остальных если вам нравится продумать на из кодов наперед то что я вот этот кристалл подвину на 3 вниз например а потом другие три продвину на один вниз и после этого я смогу вот этот кристалл загнать туда и у меня закроется сразу две чакры то есть игра для вас рекомендую попробовать это все на сегодня с вами был юра вы смотрели книги всем пока